И всем привет ребят, с вами Сарванька, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно игре без никаких дронов, без никаких супер мега крутых моих 25% резистов. Под одним из последних видеороликов по игровой тематике появилось пару людей, которые говорили мне о том, что я могу нагибать и нагибает любое мое вооружение только благодаря дрону бустер. То есть без бустера ничего у меня не получится и я не смогу вообще давать никаких киллов сверх большого количества, не смогу нагибать оппонента и ну в общем и целом я просто буду нублом, нублом, который будет нагибать. То есть все, что мне помогает, это в первую очередь бустер, во вторую очередь мой супер резист 25% от всего. Сегодня вместе с вами мы посмотрим, что же можно сделать в матчмейкинге без дрона, при том, что если у меня не будет дрона, вы должны также понимать, что моя расходка будет в два раза слабее, чем у тех ребят, у которых будет дрон и фулл прокачка. Соответственно мне будет сложнее уничтожать оппонента, ну и для всего этого дела комбинацию конечно же я выбираю викинга молота. Захожу в гараж специально перед вами, чтобы вы все видели, снимаю свой замечательный дрон, снимаю резист, одеваю сразу резисты, которые чаще всего сейчас нужно использовать в матчмейкинге. Берем изначально такой сетапчик, шафт гаус страйкер, как вы знаете у меня четвертого слота нету, соответственно четвертого резиста у меня также не будет. Если что, в бою сразу же переоденемся, викинга молот, почему викинга молот, да вы скажете, почему я там например не взял что-то другое, у меня были мысли записать все это дело на дикострайкере, но я решил взять например то вооружение, исходя из которого мне написали, что за счет бустера я нагибаю. То есть если это был вика молот, давайте попробуем на вика молоте без дронов, без супер резистов это дело реализовать. Сыграем так же самое два боя, регби, контроль точек, два дефолтненьких режимчика для меня и уже наша задача будет в этих двух боях занять первое место, конечно же. Ну и постараться дать примерно такое же большое количество киллов, как у меня было до этого, то есть если раньше я смог набивать где-то около тридцатки за бой, плюс-минус, то вот сейчас наша задача будет также эту тридцаточку пробить. Пробьем 30, будет шикарно, не пробьем 30, объем меньше, но при этом займем первое место, тоже будет нормально. Поэтому пробуем, смотрим, что у нас будет в этом плане получаться. Также нужно заметить, что это бой начатый и уже здесь сыграно порядка трех, почти даже четырех минут. Есть очки по 200 у игроков, поэтому мне будет, наверное, немножечко еще тяжелее в этом плане. Может быть также здесь будет еще и досрочечка. Немножко больше нужно, конечно же, контролировать дроповую расходку, потому что бустер нам дает сразу два расходника на прожатие изначально. И, по сути, подбор дропового расходника не так сильно важен. Здесь же уже за счет того, что у вас нет такой возможности, дроповый расходник намного важнее. И вам уже на этом нужно концентрировать свое внимание. Поэтому я буду стараться эту дроповую расходочку красивенько подбирать, чтобы у меня в дальнейшем не было кулдаунчика. Так, ну пока по киллам более-менее. Здесь, конечно, прилетело. Четыре килла, четыре килла, нормальный идем. Здесь против там был гаусс. Гаусс у меня есть есть, а трикошета нету. Шафт я вижу, да, там есть. Рельса есть. Ну ладно, я пока не буду ничего менять. Еще потом, может быть, если кто-то мне что-то жестко будет накидывать, поменяем. Пока вроде проблем особо никаких в этом плане нету. Поэтому пробуем просто накидочку на красивую играть. Карточку выигрываем. Шикарно, можно даже на досрочеку пойти. 96% овердрайва. Сейчас надо будет быстренько выдвинуться вперед. И полноценно постараться уже уничтожить оппонента. Мамонт. Рырмает обер. Делать, что он здесь ничего не успеет делать. Он мог, кстати, меня захавать, если бы просто выбрал более грамотную траекторию. Но он, наверное, не захотел этого сделать. Сейчас полный кулдаун расходки, да, из-за того, что у меня нету никакого дрона. Это, в принципе, не новость для меня. Да, такое всегда будет. Так, тысячу накинули. Сейчас дождемся расходки, если выживу, будет вообще шикарно. Могу прожать овердрайв. Реализовать его. Нет, не выживаем. 120 очков. 120 очков, 6.30 до конца. Потиху тянемся. Потиху тянемся. Надо сейчас, конечно же, попробовать грамотно как-то реализовать овердрайвик. И потом уже... Потом уже... Реализовать... На максы, на вражеском респе... Свою комбину. Я мог, кстати, еще снять... Иммунитет на корпус. Ну, я не знаю, насколько это будет правильно. Можно было, конечно, снять его. Ну, здесь особо и так, он мне ничем не помогает. Так, давайте попробуем прожать овердрайв здесь. Хороший вроде тайминг. Да. У нас 4 противника. В принципе, для такой ситуации неплохо. Неплохо. Можно было там, конечно, пятерочку давать. Может, даже шестерочку. Дроповая додашка начинает падать. И... Извини, конечно, титан. Но вынужден тебя огорчить. Ты ее не подберешь. Потому что все-таки у меня нет возможности прожимать сейчас расходку самому. Поэтому мне уже здесь надо эту дроповую расходочку, конечно же, забирать. Так, ну и стараемся сейчас выпушить вражеский респ. Как мы всегда это делаем. Без особых проблем у нас раньше это всегда получалось. Сейчас посмотрим, получится у меня это делать или нет. У меня сейчас будет уже потиху кулдаун расходки. Есть дроповая дашка, которая падает. Но здесь титан купол прожимает. Соответственно, мне не совсем выгодно на этот пушинг выходить. Так, смок ожига. Прожмет ли он овердрайв? До сих пор он не жмет свой купол. Хорошо, молодец. Наконец-то он прожал. Теперь попробуем сыграть. Я понял. Крит. Урон. Ну, вернее, не крит. Пробитие мне нанесли. Соответственно, я ничего не смог сделать. Досрочка. Досрочка. Абсолютно непоказательный бой, как по мне. Да, можно, конечно же, сейчас уже сказать, что типа я ничего не могу здесь сделать. Меня нагибают. Да. Но, наверное, такая притирочная, разминочная катка. При том, что она с досрочкой. Думаю, что даже можно скатать еще один контроль точек. Ну, и, по сути, может, даже нам не придется сегодня заходить в регби. Если сейчас будет без засрочки катка полноценная, большая, то, может, даже мы сегодня больше никуда не будем заходить. Так, Форест, ЦП, отличный бой, отличная катка, при том, что это нулевая, да? Только начался боючек. Ну, и здесь вот уже мы вместе с вами сможем все это дело проконтролировать. По званиям теперь у нас все, вернее, не по званиям, а по ГС у нас теперь кидает. Соответственно, должны быть игроки примерно моего ГС и посмотрим, что сейчас у нас здесь будет происходить. Так, смока забирают у меня аптечку. Ой, аптечку ДДшку. Неприятно, если честно, когда так на дроп тебя обкрадывают. Ну, ничего страшного. Так, захватываем точечку и пробуем теперь отыграть здесь. Здесь уже от оппонента покидать хотя бы урончик, хотя бы по пятерочке очков заработать с одного, со второго. Если что, даже можно ее уничтожить. Позволяет молот мне теперь уже с хорошего расстояния накидывать довольно-таки неплохое количество урона. Здесь шафтик мне также сопортит. Забираем точку и потихонечку, я думаю, что можно будет сейчас даже подпушить вражеский респаун. Да, сейчас после захвата. Красно, подпушить, пойдем. Ваншотник? Не, не ваншотник, куда. Даже близко к ваншоту нет. Так, в этом боюсь лучше всего взять резист от рельсы. Я не вижу гауссов, вижу шафт и вижу там грома. То есть, от страйкера мы снимаем. Рисогром, берем так. Ой, блин, я не оттого снял. Ладно, ошибся, надо было от гаусса, наоборот, снять. Хочу что-то оставить. О, ничего страшного. Так. Пробуем здесь сейчас забрать. Сразу же точечку. Теперь у нас резист от этого молодого человека имеется. Ну, у меня есть овердраг, который нужно где-то сейчас качественно, грамотно реализовать. Качественно, грамотно реализовать. Так. Есть здесь два оппонента. Сразу с респа даем. Ничего страшного. Быстрее прожму овер. Быстрее появится новый. Даже три килла в такой катке это вполне хороший результат. При том, что здесь бой 8 на 8. И там, ну, максимально я мог еще где-то, наверное, два танчика поймать. Но на это понадобилось бы чуть больше времени потратить, чтобы поймать этот замечательный тайминг. Поэтому лучше так, на верочку. Стабильненько. Сейчас надо под шафта, чтобы этот пулик открылся. Он сразу пускает шар. Вот он открывается, да? Да, он открывается через право. Хорош шафт. Накидку оформляет. Мы сразу добавляем. Шикарно. Захват точки будет. И плюс надо вот эту аптечечку забрать. Желательно было бы сейчас где-нибудь найти еще дроповую расходку. Дроповую расходку. Дроповую расходочку. Так, ладно. Давайте просто вот здесь вот так сыграем. Ой-ой-ой. Больновато. Больновато. Так, 8.30. 60. 60% овердрайва у меня уже есть. По сути, это... Еще 2 килла. И мы сможем реализовать свою комбину с овердрайвом. Так, ну и нужно, конечно же, не забывать, что это катки по 12 минут. Это бой не 7-минутный, да? То есть, если я в 7-минутке 30 киллов давал, то здесь надо уже дать постараться побольше. Ну, главная, конечно, задача это первое место. Изначально. Первое место. Но для себя, конечно, хотелось бы еще побольше киллов здесь таколотить. Чем больше, тем лучше. Нужно это тоже в голове своей держать. Ну, и стараться, конечно же, выиграть каточку. Так, у меня есть овердрайв. Есть овердрайв. Я вижу тайминг шикарный. 3 противника открываются под мою зону. И, конечно же, даже 4 противника открываются под мою зону. Ой-ой-ой, еще и 5-й. 6-й даже, вернее, тоже. 6-й. 6-й почти. Почти 6-го забрал. С карты. 14 киллов. Есть контакт. Шикарно. Очень хороший бонус сейчас для меня был, когда противник пытался открываться под одну зону и забирать одну точку. Мы их всех унесли друг за дружкой. Это достойно. 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 Но пока противник здесь контролирует две точки, мы контролируем всего лишь одну. И это не есть хорошо. Аптечка мне дает только 1000 хп. Тоже не самое крутое поражатие. Так, ну и дедик нас чпокнул. Так, дедик, дедик, дедик. Три точки под контроль вражеский уходит. Плохо. Плохо. Нужно стараться сейчас забирать. Нужно стараться забирать и не давать вообще такой возможности больше оппоненту. Контроль. Контроль тех этих точек потом по итогу обернется в том, что мы камбэкнуть не успеем. Лучше сейчас держаться примерно равно по точкам с оппонентом. Чтобы потом не было такой ситуации, что нас просто унесут. Так, Викафрис, кстати, у нас тоже очень неплохо работает. Стоит исключительно на точке, на захват. Так, смоку уничтожаем. Здесь по аресу очень много придется кидать. Надо было бы, конечно, центр не отдавать. По-хорошему. Но мы его отдаем. 15 киллов у меня. И сейчас будет скоро уже у меня овердрайв. Который по возможности надо очень качественно реализовать. Есть еще диктатор в команде. Диктатор вообще бы мог бы мне бы дать свою котлетку толстую. Поражать бы. Ладно. У меня пока овердрайва нету. Стараемся накинуть здесь что-то. Здесь есть два оппонента. Но на два я точно прожимать не буду. Дроповую ДДшку бы забрать. Хороший килл. Ой-ой-ой, еще мне раздает. Все-таки раздает мне диктатор. Так, ну и есть три противника в поле зрения. Конечно же, мы такими моментами должны пользоваться. Три кила это вполне достаточно. То, что мне там фортануло я семерых дал это. Это больше лаки момент. По идее, мне и трех киллок с овердрайва вполне достаточно. При том, что овер если быстро появился. Его нужно так же быстро и реализовать. По сути, у нас уже заканчивается семиминутная битва. То есть, сейчас уже пошли вот эти вот пять дополнительных минут. И на момент семиминутной битвы у меня 21 килл был и 600 почти очков. Это, ну, неплохой показатель для ЦПшки. Да, при том, что здесь я играю больше на контроль и на победку. Это неплохой результат. Можно, конечно, было бы больше дать. Но не получилось. Не получилось. Получилось вот столько. Главное, конечно, первое место. Так, шафт меня уносит. И вот теперь я наконец-таки уже могу поменять резист. Ой, не туда зашел. Могу поменять резист. Вот, бля, опять я не тут. Вот видите, здесь у меня показывается в таком порядке резисты. А в гаража они в другом порядке. Поэтому я вот, смотря на Тереза, делаю такую ошибку. Так, а, я забыл, что я... Вот видите, здесь ошибочка произошла. Здесь ошибочка произошла из-за того, что я думал, что я, как всегда, на своем дефолтном дрончике. Раз-две расходки жал и пытался быстро поймать тайминг, чтобы унести оппонента и забрать точку. Ну, и здесь мне сразу показали, что у меня так не получится сделать. Ну и ладно, ладно. Даже при этом раскладе ничего плохого не произошло. За исключением того, что у нас нет ни одной точки под контролем. И осталось всего лишь 3 минуты. 3 минуты ни одной точки под контролем. Плоховато. Надо забирать сейчас быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Первая есть. Попробуем сразу забрать вторую, пока противник здесь точно не уступит. Успеет забрать эту. Нам надо забрать центровую. Справа что у нас там? Справа тоже походу контроль начинается. Хороший, бодрый контроль. Так, все. Я играю лево-центр. Лево-центр. Не знаю, что будет играть мои тиммейты. Мне надо играть лево-центр. Шафт. Шафт без аптеки остается. У него купол. Стопроцентный захват точки, поэтому надо сейчас акцент на центр сделать. Справа у нас под контроль уходит. Центр начинает откатывать. Надо забирать центр. Надо забирать центр под контроль. Забирать центр под контроль. Хороший хантер, молодец. Грамотно. Четенько. Так, и теперь мы пойдем лево на пушинг. Выбьем сейчас левую зону. Лево выбьем. А, даже здесь без овера можно выбить. Тиммейт заберет. Сыграет. Я контролю центр. Ага, понял. Не забирает. Не забирает тиммейт. Так, овердрайв исключительно на центре надо юзать. Овердрайв исключительно на центре. Рельса, но стрелять будем? Спугался, рельса вот что-то. А, понял, он меня байтил на мины. Понял, байт на мины удался. Хороший байт был. Я даже не был готов к тому. Так, центральную точку у нас забрали. Очень плохо. Очень плохо. У нас забрали центр. И у нас здесь... Ой, хороший овердрайв. От молодого бойца. Так, уносим одного. Сейчас еще дико унести. Дико, дико. Добил бы! И сейчас бы не отдал бы эту точку. Было бы вообще шикарно. Ладно, наш уходит. Захватывают центр минуту до конца. Сейчас мне надо просто все, что сделать, это прожать грамотный овер и не отдать какую-то точку. Либо центр, либо бок. Ну, скорее всего, лучше здесь, конечно же, правая зона. Поэтому прожимаем. Поэтому прожимаем. Прожимаем. Они ее забирают. На ноль. На ноль забирают. И теперь надо просто захват. Либо взять лево, либо не отдать центр. Либо забрать правую нейтральную. Так, центр наш. Ну, такой стрёмный центр. Лучше сыграем. В него. Лучше сыграем в него на верочку. В надежде, что наши тиммейты заберут боковину. Но боковина не забирается. Боковина не забирается. Мама, ты что, его верных прожимает? Ну, и походу мы не тянем. Или тянем. Захват пошел. Пошел захват. Пошел захват. А, давай, 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 давай. Успеем, успеем, успеем. Надо центр только не потерять. Центр не потерять. Центр. Давай, 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 давай. В захват идем. Две мины схавал я. Давай, четыре, два, три, один, ноль. И победа. Шикарно. Вообще топчик. Просто топчик. Просто топецкий. Двадцать девять киллов. То есть, у меня было двадцать киллов для каточки обычной. Двадцать киллов. Это, ну, наверное, неплохой результат. Неплохой. Ну, и вот как-то так. Как-то так, друзья. Как-то так. Да, то есть, ну, как бы, да, как бы без дронов, без резистов своих. Ничего не смогу сделать вообще. Да, то есть, ну, вы сами понимаете, что-то в полтора раза, даже в два раза. Почти, что мой танк был слабее за счет того, что у меня не было дополнительно усиленной расходки и повышенного урона. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, да, какие у вас смысли. Можно играть без дронов? Можно. Можно. Не надо просто языком много болтать и говорить, что все решает дрон. Можно и без него давать хорошее количество киллов. И, в принципе, да, это тяжелее. Да, это тяжелее. Но у вас, у каждого, есть возможность его взять, купить. Все это доступно за кристаллы. Но, как вы видите, и даже без дронов, и даже без моих супер резистов, можно занимать первые места в матчмейкинге. Только надо немножечко больше уже делать правильных мувментов, ну и контролировать, конечно же, расходку в бою. У меня, друзья, на этом все. Пишите, что вы думаете. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. С вами был Мистер Ванька.